В Америке, поверьте, все чаще слово «либерал» тоже становится ругательным. Страна-то устоит или разбежится? Трамп попытается договориться с Россией. Летаньяку на волоске болтается, как это написано в карте. Большая часть Израиля, там более чем 90%, живут в кредит. Почему бы Байден не заменить сейчас? Нынешние пропалестинские демонстрации в кампусах американских финансируют Сорос. Что будет на Ближнем Востоке? Ближайшие выборы, они покажут, кого просто больше, относительно здравых людей или больных извращенцев. Есть ли шанс после 2024 года отключить все, кайфовать и чтобы было как прежде? Если кратко, то нет. Приветствую вас, телезрители. И вновь с вами Павел Андреев. Астролог сидит в обсерватории, созерцает и следует мир. И на этот раз мы пригласили уважаемого эксперта, политолога, американиста, специалиста по Ближнему Востоку Александра Каргина. Добро пожаловать. Здравствуйте, Павел. У астролога главный грех. Он знает все обо всем, но ничего конкретного. Это как бы не новость, разница между дженералистом и специалистом. Сейчас на повестке в апреле, мае, июне Третья мировая война, которая по скромному астрологическому мнению началась в 2014 году, предпосылки в 2008-2009 году, когда доллар стал больше печатать экономически и математически, неэффективно, невозможно. Конечно же, внимание людей по всему миру приковано в первую очередь таким конфликтным, подозрительным точкам. Астролог считает, что это Юго-Восточная Азия главный источник конфликта. Но мне кажется, пока новостные агентства не согласны с астрологом. Это такая очень специфическая, запаздывающая логика. А вот Ближний Восток продолжает кипеть. Когда закипело изначально, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Астролог кое-что вещал про октябрь месяц в терминологии боестолкновений, бунта, некого исламского фактора. Когда все случилось, мы уже тогда, осенью, в октябре и в ноябре, с Андреем Олеговичем Безруковым, специалистом в том числе по разведке, обсуждали, что же там происходит в Израиле. И тогда, в том числе, речь шла о том, что в апреле, да и в мае, Таньяху достаточно серьезный кризисный период. Чуть ли не отстранение от власти. Конечно, не конец государства Израиля, но некая надломная точка, опять же. Хотелось бы обратиться за более актуальным пониманием к нашему гостю. Александр, что же там сейчас происходит? Это начало, это конец. Натаньяху на волоске болтается, как это написано в карте. Или, может быть, он неким невероятным чудом устоит, и Израиль будет процветать. Если мы говорим про Третью мировую, как большую войну, в которой будут участвовать крупные мировые игроки, основные страны, США, Россия, Британия, Франция, Китай, то такая война, к сожалению, может начаться в 1926 году. И с большой долей вероятности это произойдет. И начнется скорее с Ближнего Востока. Те блоки, которые были в этом регионе, они рассыпались. То есть, раньше все было понятно. Были арабские страны, был Израиль, они сталкивались друг с другом, противостояли. Все ясно. Сегодня нету какого-то единого блока арабского. То есть, мы видим, что, например, монархии залива, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, тот же Бахрейн, они с Израилем, в принципе, очень даже заигрывают. Некоторые уже заключили мирные договоры. Очень специфическая арабо-еврейская дружба, она происходит против Ирана. При этом Иран, он как бы тоже дружит с определенными арабскими странами. С Сирией, с тем же Йеменом, если мы говорим про хусидов. На Ближнем Востоке все таким образом очень сильно перемешано. И плюс, конечно, нефть. Нефть добавляет особого колорита этому супу, поскольку, скажем так, это невероятно богатый регион, который крутится вокруг Персидского залива. Кстати, вот что интересно, я не знаю, что об этом говорит астрология, но Персидский залив, мы его называем Персидский залив. Почему? Потому что это нам перешло от Ирана. В Иране так называют этот залив, Персидский. А вот я, когда был, относительно недавно, в Арабских Эмиратах, я говорил с одним местным товарищем, и когда я ему упомянул, ну просто в разговоре, да, этому эмиратцу про залив, назвал его Персидским, да, он прямо взорвался, он говорил, какой Персидский залив? Арабский, Арабский залив! И, в принципе, меня это не удивило, поскольку во всех, я не думал, что у него просто будет такая эмоциональная реакция, во всех справочниках, во всех каких-то материалах, практически большинства арабских стран, что Саудовская Аравия, что, например, Египта, да, вот этот залив, он называется арабский, а не Персидский. За контроль над этим заливом, за контроль над Арзамудским проливом, да, через который выход из этого залива, идет большой конфликт, конфликт между саудитами, это правящая династия в Саудовской Аравии, и нынешним, нынешней властью, нынешним режимом в Иране. Вокруг этого конфликта, скорее всего, начнется большое противостояние. В нем будет задействована США, они уже туда интегрированы, будем откровенны, любая точка планеты, куда интегрируются Соединенные Штаты, там начинает полыхать, там начинаются конфликты, потому что США это такой максимально плохой гегемон, то есть он гегемон, который не справляется, или справляется, но просто ужасно. И по определенной динамике мы видим, что в ближайшие два года, к сожалению, ситуация будет ухудшаться, и, вероятно, вправду, дойдет до большой войны. Если говорить про Израиль, то задача Израиля довольно простая, это выжить. У этой страны мало есть на кого опереться, потому что, если мы говорим про Америку, эту поддержку американцев падает. В Америке все сильнее и сильнее становятся такие леволиберальные настроения. Это все, что связано с миллионом гендеров, с неконтролируемой миграцией, с БЛМом, с вставанием на колени перед чернокожими и так далее и тому подобное. Одним из трендов этой леволиберальной повестки является поддержка палестинцев в противостоянии с Израилем. Вот в их картине мира, что бы ни делали, скажем так, разные палестинские группировки, они правы, что бы ни делал Израиль, он не прав. Говоря конкретно о Нетаньяху, пока я вижу, что он удерживается у власти. Пока он удерживается. Надо понимать, что это самый опытный израильский политик. Сказать, что у него какие-то ультраправые взгляды, я не могу, как сейчас обычно принято говорить. Это не совсем так, потому что, если мы отследим его политическую карьеру, он с кем только в правительстве не сидел. И с левыми, и с правыми, и с центристами. Сейчас в Израиле доминируют, в принципе, правые взгляды. Вот в чем дело. Поэтому и сам Нетаньяху склоняется в право к более жестким действиям. А доминируют эти правые взгляды по той причине, что после атаки Хамаса, террористической атаки 7 октября, израильтяне ожесточили свои сердца. То есть у них произошло какое-то переосмысление. Либеральные тенденции не в почете в Израиле сейчас. И идея о каких-то уступках тоже не в почете. И, собственно говоря, просто Нетаньяху заигрывает с этим. Я думаю, что, по крайней мере, до конца лета он точно будет у власти. Говорят о возможных выборах, перевыборах в Израиле в сентябре. Но пока к этому нет оснований. То есть по закону выборы должны быть только через несколько лет следующие. И на данный момент та коалиция, которую Нетаньяху возглавляет, она довольно-таки крепка. Но астрологически выше вероятность, что его вынесет цветная революция. Или даже покушение. Это, как говорится, с другой стороны проброс. Что касается текущего конфликта. Вы давали некоторую историческую ретроспективу. Если предыдущие конфликты вполне четко читались. Вот карты Израиля, карты Ливан, Египет. Все нормально работает. Текущая картинка иная, говоря о Третьей мировой войне. Арабо-израильский конфликт на текущей стадии астролог гораздо чаще и адекватнее видит через карту Байдена и через карту Карла Третьего. Как будто два деда сидят там на баррикадах. И через карту Нетаньяху. Есть ли у вас какое-то понимание, логическое объяснение, каким макаром Карл Третий воюет в Газе? Никто из них не хочет уходить от власти. Для Байдена власть сегодня практически равна мировым конфликтам. Америка интегрирована сейчас в эти конфликты. Это конфликт на Украине. Это конфликт на Ближнем Востоке. Это конфликт в Юго-Восточной Азии вокруг Тайваня. Это вот та точка, вокруг которой тоже может вполне загореться. И если Байден не будет, скажем так, предпринимать каких-то действий, которые будут показывать избирателям, что Америка что-то еще представляет в этих конфликтах, он потеряет власть. Вот может ли он заиграться и начать передавливать? Вполне может. Мое личное предсказание, что не факт, что в 26-м году вообще Байден будет у власти в Америке. Плюс от него сейчас отворачиваются еврейские спонсоры, поскольку он начинает давить на Израиль, целый ряд серьезных еврейских доноров демпартии, очень серьезных. Не Сорос, Сорос еще вливает в него бабки. А вот другие серьезные спонсоры сейчас перекрывают краник. Ну, что Байден, что Карл, по сути, ничем не управляют. Здесь астрологически мы цепляемся за актора, за субъекта, потому что нужно увидеть карту, и на основании этого судить ее в некотором процессе. Британцы вообще гордятся, кичатся своими спецслужбами, снимают Джеймсов Бондов, Кингсман. И, в принципе, не скрывают, по большому счету, и эксперты об этом говорят, что существует некое ОПГ британское, которое имеет очень далекое отношение к государству, и организует всякое разное. Ну и, например, Крокус, и, например, 7 октября в Израиле, как будто бы чем-то похоже. И картинки, и британские следы криптовалютные, и персонажи, которые были, ну, по крайней мере, в случае с Израилем, доказано, натренированы британскими инструкторами на территории Турции. Может быть, поэтому Карл управляет этим процессом, по крайней мере, номинально, по карте. И такое хитрое политическое животное, как Нетаньяху, неужели он не понимает, что в том числе им манипулируют? Ну, Нетаньяху, думаю, все понимают. И он, в принципе-то, играет свою игру. Глобально он исполняет наказ израильских избирателей. То есть он видит общественное мнение и идет в эту сторону. Если мы говорим про Британию, как ни странно, я здесь вполне, возможно, с вами и согласен. То есть я вполне допускаю британский след. Единственный, как бы, контраргумент на это, это то, что в Британии уровень сейчас государственного развития, уровень государства управления очень низкий. Очень низкий. Это во всем отражается. Хоть в банковской сфере, с сервисом, который постепенно пробивает в Британии дно. Хоть и в той же работе той же полиции. Посмотрите, что творится в Лондоне. Посмотрите, что творится в Лондоне. Когда там были демонстрации по поводу БЛМ, они практически смели весь Лондон. Сейчас третий раз подряд на выборах мэра британской столицы, на выборах мэра Лондона, побеждает Садик Хан. Это такой уникальный персонаж. Он, с одной стороны, исламский радикал, с другой стороны, ультралиберал. Вот он каким-то образом это совмещает в себе. То, что там полнейший бардак, это факт. Насколько британцы сейчас способны на такую игру в долгу, я не уверен. Но теоретически, да, может быть, след Британии. И то, что Британия в 19 веке, в 20 веке ввела вот эти большие игры в рамках того же противостояния с Российской империей, это факт. И то, что Британия заложила основы конфликта на Ближнем Востоке, когда она абсолютно бездумно, либо наоборот, по злому умыслу, специфически разделила вот эти ближневосточные территории, абсолютно не учитывая национального состава, этноконфессионального состава и так далее и тому подобное. То, что Британия была у основ этого конфликта, это факт. И когда создавался Израиль, я напомню, что с одной стороны Британия вначале заявила, что отдаст всю эту территорию под сионистский проект, под Израиль. Потом, уже в 30-е и 40-е годы, просто переобулась и заявила, что вы спать против Израиля. И были сионистские группы, которые боролись с британцами в конце 40-х. И уже когда Британия уходила, она одновременно отдавала оружие, уходя из этой территории после решения ООН о создании Израиля как раз, она одновременно отдавала свое оружие и Арабскому легиону, и будущей израильской армии. То есть, подпитывала обе стороны. Думайте. Думать придется, конечно, долго. Дело парадоксальное, но пока астрологический вывод, в том числе с вашей помощью, сделаем такой, что это не совсем классический арабо-израильский конфликт, а есть там какая-то подозрительная провокация. В том числе, возможно, с британским следом, учитывая историю, учитывая, что элита региона в Британии деньги хранила и во многом хранит, и так далее. Вернемся к настоящему и даже к будущему. Хитрый, прожженный политик Нетаньяху. Понимая, что сейчас он в кавычках возьмет Рафах, он изолирован, экономика Израиля не в лучшей форме, народ, в том числе, самый молодой и проактивный под ружьем, денег из США меньше и меньше, а учитывая, ну ладно, демократы, там же молодое поколение, Акасия Кортес, латиносы, которым вообще до Израиля никакого дела нет. На что он рассчитывает? Что он будет делать после Рафаха? Воевать-то не с кем. Это сетевое государство, Хамас. Сетевая организация, Палестина-Хамас, он не может же победить по определению. Неужели он этого не понимает? У Нетаньяху нет задачи воевать со всем арабским миром. Более того, судя по всему, арабский мир не собирается сейчас воевать с Израилем. Я упомянул про Саудовскую Аравию, которая говорит, что заключит мирный договор. Та же Иордания сбивала иранские ракеты, когда Иран атаковал Израиль. То есть, получается, с Иорданией хорошее отношение. И это, в принципе, неудивительно, потому что Иордания – это такое государство, очень дружественное тем же саудитам. В принципе, там одна семья у власти. Монархи Иордания, они родственники правящей династии в Саудовской Аравии. В принципе, Египет явно не собирается воевать с Израилем. В принципе, ни одна из стран окружающих Израиль реально с ней воевать не собирается. И Иран тоже, как мы это увидели, полноценно воевать с Израилем не будет. Вообще, воевать со страной, у которой, по разным данным, 100 или 200 ядерных боеголовок, ну, как-то не с руки, согласитесь. Вот взял он Рафах. Израиль взял Рафах. Контролирует. Что дальше? Там надо уснуть какую-то власть. Есть палестинская автономия во главе с Махмудом Аббасом. Вариант передать власть в Газе Махмуду Аббасу, он неплохой. Проблема в том, что Махмуд Аббаса в Газе поддерживает практически никто. Там поддержка нулевая. Без израильских штыков нынешняя палестинская администрация в Газе просто не удержится. А если израильские штыки там остаются, то в чем смысл передавать тогда Махмуду Аббасу? Устанавливают там свой протекторат. Это колонизация. Это в 21 веке, в принципе, так не принято. Оставлять все, как есть сейчас, то, ну, как только израильтяне выйдут оттуда, то, как вы верно сказали, поскольку Хамас это не просто организация, это еще определенная идея. Идея, несомненно, очень радикальная, поскольку они не предусматривают опции мира. Их концепция, что Израиль должен быть уничтожен. Так вот, как только Израиль просто выходит с Газы, не оставляя там никакой власти, соответственно, сюда сразу заходит Хамас. Наверное, наверное, попытаются израильтяне сделать какую-то опору на местные силы, на людей, которые живут в Газе, возможно, на старейшин хамул, на каких-то главкланов местных, на каких-то местных авторитетов. Это логично будет. Передать власть просто местным людям. Возможно, из-за этого потом появится палестинское государство. Это было бы вообще прекрасно. То, что это случится завтра, я не уверен. Судя по тем раскладам, что есть, завтра палестинское государство создано не будет. По крайней мере, те силы, которые могут создать главы кланов, пока они не сформированы. Нынешняя палестинская автономия и ее администрация крайне слаба. Хамас настроен на вечную войну. Вот это тот расклад, который есть. Он довольно печален. По поводу того, как Израиль будет действовать в отношении мирного населения, вот вы упомянули геноцид. Понимаете, мирное население всегда очень жаль. И то, что происходит в Газе, это объективная трагедия. То, что произошло до этого в Израиле, тоже трагедия. Я стараюсь очень аккуратным быть в данном случае стерном. Я не думаю, что речь идет про геноцид. Важным маркером того, что что-то является геноцидом, является уничтожение какой-то группы населения, этнической, религиозной, неважно, какой-то группы, только потому, что люди принадлежат к этой группе. Только из-за этого. Мы не можем сказать, что израильтяне сейчас уничтожают палестинцев, потому что они палестинцы. Ну, как минимум, потому что 20% населения Израиля – это палестинцы. И они прекрасно живут. Израиль, к сожалению, с гибелью гражданского населения просто не считается. Это некие для них побочные жертвы. Это неправильно абсолютно. Но говорить, что это геноцид, я так тоже не могу сказать. На мой взгляд, это не геноцид. Ну, а, допустим, чисто с политической, да и с военной точки зрения, у Израиля спецслужбы достаточно мощные. Кто мешал им после 7 октября находить и отстреливать или сажать в тюрьму отдельных, допустим, руководителей Хамаса? Зачем вакуумную бомбу-то пулять на многоэтажки? Идут жесткие боевые действия. В чем причина, почему они такие жесткие, это довольно понятно. Газа – это, я не знаю, чем это сравнить по территории, ну, несколько округов Москвы. Это весь сектор газа. Город Рафах – это, ну, я утрирую сейчас, плюс-минус район Хамовники. Это весь город Рафах. Население там для такой маленькой территории огромное. То, что будут огромные жертвы среди мирного населения, было понятно с самого начала. Я не исключаю, что Хамас, когда атаковал Израиль, он рассчитывал на такую израильскую реакцию ответную и рассчитывал, что это потом обратит на, скажем так, на антиизраильскую сторону немалую часть, немалую часть мирового сообщества. Вполне возможно. Потому что, как ни крути, но мирное население при такой войне, как ведется в Газе, а другая она не может быть, по-другому тогда не надо было начинать вообще военную операцию. Мирное население в любом случае будет гибнуть и в огромном количестве. И это трагедия. Повторюсь, это трагедия. Могли ли израильские спецслужбы без вообще операции уничтожить лидеров Хамаса? На мой взгляд, нет. По двум причинам. Ну, во-первых, лидеры Хамаса окружили себя израильскими заложниками. Ну, в физическом плане. И до них сложно добраться. Они в этих туннелях подземных. То есть, не надо недооценивать лидеров Хамаса. Это не простачки такие. Это профессионалы. Профессионалы своего дела. Подготовленные ЦРУ. Возможно, ЦРУ. Вполне не исключаю. Вполне не исключаю. И на старте израильскими же спецслужбами. Вот как про Британию есть какие-то такие сверхожидания от этого государства. Такая мифология. Вот про израильтян такой мифологии намного больше. Есть масса книг про израильские спецслужбы. Моссад сделал то. Моссад сделал все. Это просто какие-то сверхлюди. Такие рыцари. Плаща и кинжала, которые могут проникнуть куда угодно. Свершить все, что угодно. Это серьезное преувеличение. Если мы посмотрим историю действия Моссада, там было огромное количество провалов. И самые известные достижения Моссада, это, конечно, первые годы создания Израиля. Это тоже похищение Адольфа Эйхмана, нацистского преступника из Аргентины. И вывоз его в Израиль тайным образом, что он предстал перед израильским судом. Но это все было 50-е, 60-е, 70-е годы. В последствии, когда сменилось поколение, а тут важно учитывать, что Израиль основывали люди с номерами на руках зачастую. Люди, прошедшие Холокост. Номер на руках, то есть люди, которые были в концлагерях. И они понимали альтернативу. Для них Холокост это был не просто пустой звук. Это было, они все потеряли там близких, свои семьи. И это было одно поколение людей. Сейчас поколение абсолютно другое. Балаган. Балаган. Это главное впечатление от Израиля. Доставка в Израиле работает таким образом, что тебе не приносят что-то домой, в квартире, когда ты заказал что-то. А оставляют у соседнего дома. Подъездят у соседнего дома и звонят, чтобы ты спустился за этим. А когда ты говоришь, что, ну что, ребят, озверели что ли, ну вы о чем? Ну хорошо, кто-то заберет просто себе домой. Израильский чиновник это просто какой-то дикий зверь. Не злой, но абсолютно тупой. Тупой, непробиваемый. Который, ну ему на все плевать. Там в каждом окне сидит такая милая, рахель, кудрявенькая, замечательная. И главный ее ответ на все, что ты не скажешь, это вот такое рега. Рега. Рега это мгновение, секундочку. И вот эта рега длится несколько часов. Ты стоишь у окна и ждешь, 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 ждешь. Это есть балаган. Это неорганизованность. С этим, кстати, русскоязычным людям, приехавшим из России туда, очень сложно. Надо осознавать, что не может быть так, что вот этот балаган, он проник в израильское общество, но не проник в армию, не проник в спецслужбы. Потому что все эти силовые подразделения, это часть общества. Это то, что от общества неотделимо. И та же самая девочка, какая-нибудь там, я не знаю, официантка в кафе израильском, которая вместо того, чтобы там в кофе вам сахар насыпать, насыпает туда соль. Эта же девочка потом, она хорошая девочка, она пойдет в армию, она, наверное, патриотка Израиля. И она будет смотреть в экран компьютера, да, и не заметит, как террорист, не знаю, там, будет перелезать через забор. Почему? Потому что она просто отвлечется. Потому что ей будет просто не до этого. Я не склонен преувеличивать сейчас силу Моссада, не склонен преувеличивать силу израильской спецслужбы. В Израиле довольно высокий уровень патриотизма, но уровень бардака намного выше. Друзья, были ли вы в Израиле? Что вы думаете о ситуации, да и об Израиле как таковом? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Может быть, у вас возникают идеи, куда переехать, переехать ли в Израиль. А может быть, вас интересуют другие жизненные вопросы и задачи. В первом прикрепленном комментарии есть ссылка на наш канал. Можно там получить дополнительную информацию и даже консультации. Да, ну, видимо, Израиль управляется отчасти, как и Россия, сердцем свыше. Но у нас системы действительно побольше, даже с точки зрения доставки. Тем не менее, такое уникальное место, уникальный народ в каком-то плане. И не чувствует ли этот народ, который, как вы считаете, поддерживает Натаньяку, хотя революция против него, пытается сорганизовать, не знаю, сам ли народ или с помощью ЦРУ. Идея, что без американских денег, без долларовой эмиссии, без айтишно-стартаповской темы, как же это существовать будет? Если вокруг враждебно настроенное население арабское, даже внутри Израиля, пока еще бунты не начались, но, может быть, начнутся, не боятся ли израильтяне, что их дальше перережут после такой странной военной операции? Я не могу сказать, что израильтяне поддерживают именно Натаньяку. Я бы сказал, что они поддерживают жесткий курс. К саму Натаньяку как раз у израильтян есть немало вопросов. Он довольно неоднозначный персонаж, именно потому, что он очень долго на политической арене и многим надоел. По поводу того, какие ощущения у израильтян. Израильтяне очень разные. Есть религиозные израильтяне, они веруют в Бога и живут с Божьей помощью. И, соответственно, у них один взгляд на мир через призму какого-то особого предназначения своего, государства Израиля. Есть светские израильтяне, которые видят ситуацию, конечно же, по-другому и которые ориентированы на более какие-то практичные вещи. Если говорить о том, как израильтяне видят США, то, опять же, тут нет какого-то единого стандарта. Есть те, в том же Тель-Авиве, кто любит Америку, кто считает, что на Америку надо ориентироваться. Есть те, кто Америку очень сильно не любит, считает, что Америка предала Израиль и считает, что Израиль должен ориентироваться на многополярный мир. А если говорить про то, как израильтяне видят собственное будущее, а кто переезжает израильтяну? Израильтяне есть ядерное оружие. Ядерное оружие у Израиля есть. Армия у Израиля, в принципе, довольно сильная, тоже есть. В экономическом плане Израиль, ну, конечно, без поддержки США очень сильно потеряет, но выживет. Сказать, что там, не знаю, что они начнут голодать, нет, не начнут, этого не случится. На мой взгляд, слабость Израиля – это как раз зависимость от США. Это зависимость от США, это то, что американцы сейчас будут менять свою политику. Конечно, Израиль должен перестраиваться, Израиль должен ориентироваться на другие центры силы, прежде всего на Россию. Я напомню, что никакого Израиля его не было, если бы не Советский Союз и Иосиф Сталин. То есть Иосиф Сталин, несомненно, внес огромную лепту в то, что Израиль случился. Кто перережет смертники, взять Трампа, обещает своим инвесторам построить на том месте, где валялись трупы детей в газе, виллы прямо на берегу моря. Кто мешает смертникам с палестинской стороны или с тем же самым, кусит, им все равно, да, ядерного оружия. Они не могут уничтожить страну, они могут убить конкретных людей, они могут делать теракты, это ужасно. Но терроризм не может сокрушить государство. Терроризм может напугать общество, но государство останется. Нет хуже решения для любого политика в мире, чем связать свою судьбу с американцами. Нет хуже решения для любой страны в мире, чем стать зависимой от Америки. Это всегда дорога в ад. Это всегда дорога к гигантским проблемам, к неприятностям, и в итоге американцы тебя сдадут. Вот тут у Израиля есть слабости, просто будем посмотреть, что называется, осознают это сами израильтяне или нет. А как вам кажется, в чем суть, в чем корень этой зависимости, как Израиль, не являясь даже формальным членом НАТО, получает такую поддержку, авианосно-ударные группы туда ходят, и британское ПВО, и французское, все за них. Как это началось, если вот краткий экскурс для наших зрителей, и каким образом страна, не являющаяся членом НАТО, фактически пользуется такой широкой поддержкой альянса, ну и их сателлиц, и Ордания, все-таки сателлиц США. Ну, скорее, Ордания, это сателлиц сейчас Саудовской Аравии, и, судя по всему, Ордания сбивала иранские ракеты по призыву саудитов. Так саудиты тоже, в принципе, заявили, что сбивали иранские ракеты. Они же все равно помирились с саудитами. Есть страны, у которых геополитическое противостояние. Вот, например, сейчас у России и США очевидно сложные отношения. Может ли быть так, что завтра там придет Трамп, и ситуация наладится? Теоретически, да. Я в это, кстати, не так уже верю, но теоретически такое может быть. Перестанут ли от этого Россия и Америка быть конкурентами и противниками? Не перестанут. Не перестанут, потому что шарик один. Потому что, если мы говорим про сверхдержавы, то естественным образом происходят вот эти столкновения. Это основа политологии, основа геополитики. Вот то же самое у Саудовской Аравии и Ирана. Они могут сколько угодно мириться, они могут сколько угодно общаться. Это все происходит. Это ни на что не влияет глобально. Одна из серьезнейших идей нынешних властей Саудовской Аравии, принца Бен Салмана, который должен стать впоследствии королем, и который сейчас, по сути, во многом управляет Саудовской Аравией. Так вот, его идея – это построить огромный нефтепровод, который будет качать нефть, не нефть из, назовем его, Персидским заливом, из Персидского залива, под землей, и через дружественные страны, через Иорданию, через Израиль, пускать эту нефть в Европу и так далее. То есть, для чего это делается, в чем идея? Чтобы нефть не шла на танкерах через Персидский залив, чтобы снизить возможную зависимость от Ирана. Понимаете? То есть, если, я бы так скажу, если Саудитам удастся это сделать, это будет прямо прорыв. Это будет прорыв. И это будет серьезнейший удар по Ирану экономически. По поводу того, как сформировалась некая зависимость Израиля от США, это конец 60-х, начало 70-х, когда у Израиля начинаются проблемы с Советским Союзом, серьезные проблемы, и Израиль обращается к американцам. И в 73-м году, когда была то, что называется в Израиле «война судного дня», война такая экзистенциональная, прежде всего с Египтом, там были еще страны, Иордания, Сирия, но прежде всего это была война с Египтом. И Египет мог в тот момент, скажем так, поставить существование Израиля просто под вопрос. Израиль мог проиграть ту войну. Израиль обращается за помощью к США. США оказывают эту помощь. Считается, что эта помощь была оказана запоздала, и Израиль сам вытянул эту войну. Но, тем не менее, помощь от Америки пришла, и с этого момента американцы становятся главным геополитическим партнером, можно сказать, партнером Израиля. И зависимость, прежде всего, конечно, носит военный характер. То есть, израильтянам очень выгодно не производить самим оружие, а получать это оружие от американцев. При этом, повторюсь, у Израиля есть ядерное оружие, которое есть просто по факту как свое. Почему Байден так давит, что вот если что, мы прекратим поставлять, американцы прекратят поставлять Израилю оружие, и тогда вот все, вы вынуждены будете остановиться. Потому что и вправду вот эта оружейная зависимость от Америки у Израиля есть. Не надо считать, что она стопроцентная, что без Америки у Израиля нет вообще там ни танков, ничего. Какой-нибудь танк Меркова, а это израильский танк. Он сделан в Израиле. Но вот, например, для системы произраильской, известной системы, железный купол. Ракеты дают американцы. Ракеты дают американцы. Вот так где-то с 70-х годов формировалась эта зависимость. Она продолжается. Сейчас она носит еще экономический характер, поскольку израильская банковская система очень сильно интегрирована в американскую. Очень сильно. И, например, если американцы на кого-то накладывают санкции, этот человек в Израиле, израильские банки тоже на него накладывают санкции. Вот об этом чуть не все знают, но вот оно так. И это еще такой дополнительный фактор. И, конечно, есть культура Макдональдса. Что греха таит? Через культуру Макдональдса американцы, в принципе, пытаются навязывать свой паттерн поведения всему миру. Макдональдс, Голливуд. Причем надо понимать, что вот эта американская культура, она абсолютно противоречит каким-то еврейским традиционным ценностям. О чем тот же Бенгвир, который религиозный человек и говорит. Но, тем не менее, вот эта культурная зависимость, по крайней мере, в Тель-Авиве, который такой ультрасветский город, вот такая культурная зависимость есть. К сожалению. К сожалению. Для Израиля в данном случае. Вы упомянули о грядущих выборах США. И якобы Трамп, может быть, там и не победит. Астролог, более того, не уверен, что выборы-то будут. По крайней мере, в классическом формате состояния. Более того, тот кризис, который идет в Америке, он, по крайней мере, в наших передачах, на нашем канале, неоднократно назывался гибридной гражданской войной. По аналогии где-то издалека с тем, что происходило в реальной гражданской войне в США. И, говоря об интеграции израильской экономики и банковской сферы, все-таки эта интеграция происходит с глобальной долларовой системой, которая не совсем американская в чистом виде, потому что ФРС — это британская производная, частные банки и так далее, и так далее. С долгой конспирологией, что за пирамидки нарисованы на долларе. Предположим, допустим, с мая месяца, когда недавно на передаче мы рассказывали, что с мая начинается коллапс, в том числе, американских бирж. И мы это видим, например, с теми темпами, как золото выводится из США. Впервые в апреле-май, но побежало так, как не бежало никогда. Предположим, в декабрю месяцу и следующей весной 2025 года биржи посыпятся, рынки пойдут вниз, и что-то с долларом и с американским долгом произойдет. Что будет на Ближнем Востоке, если израильтяне останутся и без денег, и без оружия, а вокруг Арабская улица? Ну, скажем так, без денег и без оружия они остаться не могут, поскольку, как я сказал, у них есть собственные резервы. Другое дело, что крах США не является, на мой взгляд, чисто видит такими пространными рассуждениями. Это вполне возможный сценарий, который, я не думаю, что он случится в мае месяце, нет, он не случится сейчас, но который, да, может произойти, поскольку главная проблема США сейчас, это же не только доллары и мыльный пузырь. То, что доллары и мыльный пузырь существуют, ну, это очевидно всем. Ну, у них сейчас какое-то, уже, там все просто уже запредельно, и госдолг там запредельный, никто его не собирается никак гасить. Возможно, как-то попытаются обнулить его просто каким-то резким движением, но сейчас непонятно каким. Главная проблема США, это культурные войны. Это вот это расслоение внутри американского общества на, скажем так, людей, если так можно назвать, традиционных взглядов, хотя это, я не сказал, что это люди даже традиционных взглядов. Это есть американцы, послушайте. Да, просто американцы, да, короче говоря. Классических американцев. И того, вот этого леволиберального радужного безумия, да, экстремистского, которое в Америке набирает все больше и больше оборотов. К этому безумию присоединяется неконтролируемая миграция, рост преступности, абсолютно сумасшедший рост преступности, абсолютно какие-то неадекватные законы в определенных мегаполисах, у которых демократы и либералы пришли к власти. Вот, например, в том же Нью-Йорке сейчас есть такие группы людей, которые, ну, квази-бездомные такие. Скваттеры. Да, 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 совершенно верно. Скваттеры. Да. Они не бездомные. Они не бездомные. Это могут быть кто угодно. Это вы можете быть, это могу быть я. Вот мы просто решили с вами и захватили какое-то здание. Просто захватили и начали там жить. И нас нельзя выселить. То есть полиция, по идее, нас не может выселить. Это подрыв основы капитализма. Вот говорят, в капитализме есть проблема. Ну, послушайте, если когда капитализм обычно нормально работает, ну, при этом, конечно, с социальными элементами, с выплатами, социальными гарантиями, защитой трудовых прав, как бы, окей, система работает. Система работает. Но когда сам капитализм превращается в куртизанку, которая и нашим, и вашим, и с одной стороны частная собственность есть, с другой стороны ее можно отобрать. Мы это видим, опять же, на примере санкций против России, на примере того, что в России хотят просто по беспределу забрать деньги, которые арестованы в западных банках, условно говоря, их просто хотят украсть. Где защита частной собственности? И это, конечно же, перешло на каких-то простых американских обывателей, у которых сейчас могут так вот забирать дома, забирать квартиры. Это все усугубляет. То есть это все разрушает ткань американского общества. Суть Америки разрушается. Вот эта культурная война, она переходит на экономику, она переходит на семейные отношения, потому что происходит распад американской семьи, как института некого, потому что есть люди, которые хотят обычную семью, а есть люди, которые хотят семью, которые, не знаю, дети будут менять пол, там, жена это не жена, муж это не муж. И это как бы новая норма для определенных либеральных штатов уж точно. И вот эта культурная война, которая переходит в экономику и переходит в политику, она может развалить США. Ближайшие выборы, они покажут, кого просто больше, скажем так, относительно здравых людей или больных извращенцев. Кто бы не победил, другие будут недовольны. Поэтому, я не знаю, что скажет астролог, я прогнозирую в ноябре-декабре серьезные беспорядки в США. Переастут ли они в гражданскую войну? Не уверен. Но то, что американскую систему будет колбасить, шатать по полной программе, это стопроцентно. Может ли это отразиться на Израиле? Может, может. Это может вполне отразиться, вот, например, ипотечный рынок в Израиле, поскольку он связан с банками, он очень связан с американской банковской системой. Если американскую банковскую систему сейчас зашатает, зашатает израильскую банковскую систему. Ну и пожалуйста. В Израиле есть такая особенность, об этом тоже редко кто упоминает, там очень сложно купить квартиру. Вот просто купить. Вот у вас есть деньги на квартиру в Израиле? Что уже говорит, что вы богатый человек, если у вас есть деньги. Потому что квартира в Израиле, в Тель-Авиве, на окраине, в каких-то хрущевских, в каких-то ужасных условиях, в фавелах каких-то тель-авивских, на самом окраине города стоит столько же, сколько квартира в Москве на Новом Арбате. Что я хотел сказать еще, что в Израиле вы не можете зачастую купить просто, даже если у вас есть эти деньги, вы не можете просто прийти и купить квартиру. Вам банк будет вставлять максимум, максимум палок в эти колеса, не давая сделать покупку. Вас будут убеждать взять кредит и через это покупать. И чтобы в итоге вы заплатили намного больше. Если вы не знаете нормальный еврей, то у вас нет хорошего юриста, вас таки заставят взять кредит и покупать через ипотеку. Большая часть Израиля, более чем 90%, живут в кредит с ипотеками и тому подобным. И если полетит американская банковская система, просто ей сейчас все аналитики говорят, что она под угрозой, то, конечно, вот это серьезная проблема для Израиля. Гигантская проблема. То есть не оружие, не что-то еще, не просто экономика, а вот связь израильских и американских банков для Израиля – это проблема. А по вашему взгляду, ретроспективному опять же, где та самая точка, когда глобалисты оккупировали Америку? Может быть, это когда сбросили Никсона, последнего управленца? Может быть, это какие-то иные маневры? Как так получилось, что экономика номер один мира и центр науки, и фактически победитель второй мировой все-таки это СССР, но экономический победитель от США второй мировой? Как Соросу, Швабу и компании удалось победить и оккупировать такую мощную страну? По поводу элит. Вспомните элиты европейские, всех этих аристократов. В первых поколениях это были, правда, те люди, о которых вы говорили. Он герцог, у него рождается сын, он пойдет там рыцарем. Банкира крупного, сын тоже пойдет в бизнес. И так должно быть, по идее. У Ротшильда, известной еврейской династии банкиров, первые дети, это все были продолжатели дела Ротшильда. Весь 19 век Ротшильды держали старушку Европу за разные места в финансовом плане, потому что их дети пахали, потому что не было никакого расслабона. Но постепенно, постепенно, когда нет конкуренции, когда уже правнук, праправнук и так далее, и все, эти люди растут в роскоши, происходит деградация. Мы это видели на примере аристократов в самых разных странах. Во Франции Великая Французская революция, она произошла прежде, потому что аристократия деградировала и не могла удержать власть. Не могла. Потому что это были уже какие-то наркоманы, и слабаки во всех смыслах. Мое мнение, что Америку неизбежно ждет большой гражданский конфликт. Это просто определенная данность политологическая, которую мы можем прогнозировать через вот эти самые культурные войны, о которых я говорил, через экономический разлом, который происходит в Америке. То есть раскол, он будет идти сразу в нескольких местах. В Америке, территориальный раскол между городами и глубинкой. Раскол элит, раскол культурный, культурологический. В какой момент глобалисты начали захватывать Америку? Мое мнение с конца 80-х. С конца 80-х. Когда им показалось, что они выиграли, я это называю, первая холодная война, потому что сейчас, на мой взгляд, идет вторая холодная война, они посчитали, что вот этот однополярный мир, он и будет вот таким, он будет глобалистическим, он будет неким универсальным, по определенным лекалам, с открытыми границами, с неконтролируемой миграцией, с вот этими новыми моральными нарративами, через которые легче контролировать население. Ведь очень намного легче контролировать население, когда у вас миллиард гендеров. И нет института семьи. Институт семьи – это то, что цементирует человека, то, что дает человеку силу. А когда он сам не знает, кто он – мужчина, он женщина, или там, я не знаю, олененок Бэмби, то его легче взять, его легче склонить на любую сторону. У него нет этой точки опоры. Вот где-то с конца 80-х это начинается. В принципе, это Клинтон. Я бы сказал, что перерождение Америки начало происходить при Клинтонах. И мое мнение, что повлияло Хиллари больше, чем Билл. То есть Билл – это такой, ну, такой мужичок, подкаблучник, конечно, который бегал от своей жены, потому что она такая стервозная баба, а он бегал изменять. Это нехорошо. Я считаю, что измена разрушает семью. Просто это происходит, к сожалению. А так это очень негативный фактор. И он бегал, изменял, она его прихватила за эти измены, потом шантажировала и стала навязывать свою повестку. И где-то в 90-е годы, вот если вы посмотрите по некоторым тенденциям, 90-е годы – это как раз начало вот этой идеи о том, что американцы, белые американцы за все виноваты перед чернокожими. Это начало вот этой, по сути, гей-пропаганды в Америке, именно как пропаганды. И то, что нетрадиционные отношения становятся нормой. Это идея о том, что капитализм – это зло. Я не за и не против капитализма. Я просто говорю по факту, что капитализм – это основа Америки. На капитализме Америка была создана. И тут в Америке возникает идея, что основа – это зло. Это подкоп под самих себя с перерождением на новый уровень глобализма. Вот тогда это началось. Получается, деградация элит – это нечто неизбежное, кстати, хорошо задокументированное даже до Франции. Тацет, жизнеописание Плутарха – все, в принципе, давным-давно в римские времена сказано. Да и, кстати, британскими оставшимися гениями-аристократами из тайных обществ – Шпенгер, Тойнби. Все это тоже под закат Европы нам рассказали. Но логически, если в Америке элиты не деградировали в ноль, потому что власть, она всегда тайная, не имеет никакого отношения к избирательному праву, как вам кажется, почему бы сейчас не вынести мумию из Мавзолея? Почему бы того же Байдена аккуратно, через смещение хамалы, через то, что с Фордом, например, проворачивали до этого, почему бы Байдена не заменить сейчас? Мы все думаем, что есть какой-то всегда у западных в кавычках партнеров хитрый план. Иногда да, но в 90% случаев нет. В 90% случаев они просто рассчитывают на авось. Об этом же очень правильно Путин сказал, что они почему-то посчитали, что сумеют победить Россию на поле боя. И обгадились. А почему они так посчитали? С чего они это решили? Вот реально, вот с чего? Потому что какой-то у них был такой вот нарратив в какой-то момент. Иногда самое сложное это не усложнять. Иногда, если человек совершает глупые поступки, это не какой-то тайный умысел, это просто он идиот. Когда речь идет про такие специфические элитные ротации, важно понимать цену вопроса. Люди, которые держат вот эту банковскую долларовую систему, как вам кажется, неужели они скатились вот к этим оргиям древнеримских аристократов и не чувствуют, что у них корабль прямо плывает из-под носа. По сути, даже если они удержат систему, долг никуда не денется. И если у американцев закончится гамбургер, они этих же банкиров на виллу поднимут. А жители малых городов перестанут снабжать едой. То же самое и Чикаго. Элита в Америке и не только в Америке, во всех вот таких странах, которые в какой-то момент подходят к этапу целого саморазрушения, элита она бежит впереди. Все остальные части населения именно в части саморазрушения. Городское общество оно уже сейчас разложившееся. Я не говорю, что это никогда нельзя обобщать меня. Я не говорю про всех. Я говорю в целом про некий настрой. Одноэтажная Америка она другая. И поэтому происходит вот это разделение американского общества. Понимают ли элиты, что вот они профукивают страну. Да понимают, конечно. Но они сделать ничего не могут. То, что произойдет раскол и то, что будут серьезные гражданские столкновения, скорее всего, с жертвами, с погибшими, с большим количеством погибших. Это то, что я прогнозирую на ноябрь, декабрь. И, конечно, жаль людей, которые погибнут, невинных людей. Но это то, что в Америке произойдет, и это то, к чему американцы сами себя подталкивают, то, к чему их подводит нынешнее руководство. Ну и ближе к нашим реалиям, идея, что Россию можно победить на поле боя, она известна откуда, из think tank'ов, главным образом связанных с неоконами некоторой группой. Мы знаем, опять же, ну не совсем, конечно, мы, но человек, который чуть дальше идет, чем заголовок в тиктоке, условно, Виктория Нуланд с ее мужем. Люди, кстати, евреи этнические. И здесь вот несколько парадоксальных моментов. Люди, которые, ну как бы, пережили холокост, это и евреи, живущие в Израиле, и Виктория Нуланд, которая еврейка, каким образом они могут поддерживать в страну, где официально властью улицы переименовываются в честь руководителей дивизии СС, и которые, собственно, заведовали этническими чистками евреев на своей территории, потому что чистки в Украине-то и происходили, как вы упомянули. У меня для вас есть такой контр-вопрос, а как намного более ужасные вещи, просто по объему, может делать такой человек, как Сорос. Жорж Сорос, тоже этнический еврей, он не просто поддерживает Украину, он не просто делает все, что для ослабления России, он навязывает тот самый сатанизм по миру, с которым борется Россия. Ответ отчасти можно найти в самой личности Сороса, потому что о Соросе есть такой интересный факт, что когда как раз он же жил в оккупированной немцами Венгрии во времена Холокоста, выдавал себя за нееврея, скрывался, ему помогал в этом его приемный отец, и тогда Сорос занимался тем, что по сути помогал немцам отбирать у своих собратьев, у евреев их имущество. Сейчас, кстати, Сорос главный ураг Израиля. Вот нынешние пропалестинские демонстрации в кампусах американские финансируют Сорос. Об этом, в принципе, уже открыто говорят. Его фонды финансируют большую часть самых разных пропалестинских движений в Америке. Как такое может быть? Для меня есть несколько ответов. Первый ответ это то, что среди любого народа есть моральные уроды. Еврейский народ здесь не исключение. Есть достойные люди, есть ублюдки. Сорос ублюдок. Это первый уровень ответа. Второй уровень ответа, когда общество в принципе скатывается, когда происходит вот этот такой цивилизационный сдвиг, то появляются некие опции вот этим моральным уродом себя проявить. В другой ситуации жизненной, в другом обществе, в другой исторической эпохе Сорос бы себя не проявил. Ну, был бы он какой-нибудь не знаю каким-нибудь помощником раввина. То время, в котором он оказался, этому времени увы Сороса оказались востребованы. Он попал в свой временной период, когда мошенничество, когда подмена здравых понятий на что-то отвратительное, когда предательство стали нормой. И поэтому Сорос поднялся. И это можно перенести на самых разных персонажей еврейского происхождения, которые сейчас способствуют деградации Америки, деградации мира. И зачастую, не то, что зачастую, почти все они сегодня, кстати, не довидят Израиль. То есть, та же Нуланд, она антиизраильски настроена. Большинство из них, они критики Израиля. Вот парадокс, да? Парадокс. В принципе, среди американских евреев немалая часть, немалая часть, не большинство, но где-то от 10 до 20 процентов, это либеральная часть, самая такая ультралиберальная часть американского еврейства, которые дают деньги на Байдена и так далее, они все очень критично относятся к Израилю. Сорос в справедливости ради отметим. Конечно, не совсем он сатанист, он ближе к архетипу Трикстера по Юнгу, игрок такой. Я не соглашусь, я не вижу для него никакого смысла навязывать вот этот, по сути, новый миропорядок, который он пытается навязывать, это не принесет ему денег, он скоро умрет, все равно он очень старый, а он не просто это делает, он завещал продолжать это дело своему сыну. Он оказался индоктринирован в идеологию и из комплекса неполноценности, он же хотел стать философом и как неудавшийся ученик Карла Поппера, он начал продолжать дело своего учителя, открытое общество и его враги. Это Поппера, до этого это Ницше, и сатанизм, это же протестантизм, и таким образом люди, которые утворили французскую революцию, воевали с Богом, с аристократией, вот тем местом, которым они воевали с Богом, просветители, Вольтер, Леметри, человек-машина, атомизм, материализм, вот то, что воюет с астрологией, оно же сейчас воюет и с Америкой, и традиционно, и с Украиной. Ну, кому интересно, можете на нашем канале посмотреть разборка ArtSource. А говоря о нашей внутренней повестке, как вам представляется, закончится СВО? Ну, очевидно. Уже всем, как оно закончится, в отличие от моего коллеги Константина Драгана, который более поздний срок предполагал завершение, я все-таки пока на 2024 годе стою, что вот СВО в том формате, как мы знаем, будет в том или ином виде до точки запятой доведена, но те проблемы в Америке и в мире, которые есть, будут ли они чаще заниматься собой, и будут ли они меньше пакостить нам? Как вам представляется? Все будет зависеть от того, кто победит на выборах, чем закончатся выборы в ноябре. Если победит Байден, он будет все эти мировые конфликты тащить по максимуму. По максимуму, потому что для него окончание конфликта на Украине это политический, скажем так, сильнейший политический удар. Ну, потому что он, по сути, во многом свою карьеру последние годы он строил на ситуации вокруг Украины. Если мы говорим про возможную победу Трампа, Трамп попытается договориться с Россией. Это произойдет где-то в январе, феврале 2025 года и примерно в эти же даты если договориться удастся, собственно говоря, завершится СВО. И все завершится. Если договориться не удастся, Трамп может пойти на эскалацию вплоть до Третьей мировой. Трамп это так вот. Вот Трамп это где-то такой трикстер. Трамп это и правда трикстер. Трикстер может быть хорошим, плохим, он будет разным. Но это трикстер. Он постарается договориться, он попытается учесть на разные интересы свои, России и так далее. Так как он это видит. И сделает предложение. Если стороны договорятся, на этом закончится. Если не договорятся, скорее всего будет мировая война. С большой долей вероятности. Мое предположение, что все-таки договорятся. Есть еще вариант, который я абсолютно не исключаю, что до выборов в США просто рухнет у украинцев фронт. По поводу деятелей Великой Французской Революции, просветителей и тому подобное, современное общество, я имею в виду классическое общество, оно во многом построено на идеях этих просветителей. Российская империя очень много переняла от них. Наша матушка Екатерина от них очень много взяла, доставила переписки с Вольтером и так далее. Не только с Вольтером на самом деле, но с Вольтер просто не очень сильно повлияло. Понимаете, я думаю, что они в гробу переворачиваются, когда видят то, что творят их условно-идейные наследники. Я не думаю, что можно в полной мере их назвать такими идейными наследниками. Ведь слово либерал, ведь это слово теперь реально ругатель, не только в России. В Америке, поверьте, все чаще слово либерал тоже становится ругательным. А ведь в классическом понимании 18 века либерал это человек, который не просто свободу, вот он как раз за право частной собственности, что частную собственность нельзя просто так отнять. Здравое право, почему нет? Если у вас есть квартира, она ваша, нельзя просто взять и отнять ее по беспределу, это же правильно. Они за право если мы не берем Вольтера, возьмем Монтеске за, скажем так, свободу вероисповедания. Все справедливо, почему нет? Человек занимается астрологией, пусть занимается наоборот, пусть глаголит. Все правильно. Это очень сильно потом видоизменилось. Конец 20 века преломил идеологии, абсолютно преломил идеологии. Сегодня либерализм это, на мой взгляд, абсолютно токсичная, проблемная идеология, просто она мало имеет отношения к тому либерализму, который был в 18 веке. Вот чем суть, вот чем парадокс. Когда либерализм сталкивается с материализмом, а потом еще позитивизм, вот у нас наука, прогресс, успех, все решили, мы отказываемся от тонкоплана, мы хороним метафизику и понише убиваем бога. И вот в этом богооставленном мире как раз берутся и ЛГБТ, и в некоторых штатах там педофилы уже меньшинствами стали по закону, ну и так далее, и так далее, да. В том числе мы видим то, что происходит на территории бывшей Украины. Тогда, с учетом тех изменений, которые происходят в мире, наш курс, нашей страны, нашего правительства, нового, как вы видите нашу страну в этом контексте, по ту ли мы сторону света тьмы, добра зла, сможем ли мы свою экономику отсоединить от долларовой жабы? И когда, даже не если, а когда поползут рынки и пирамида, самая большая в истории в виде доллара, устоит ли наша экономика и пойдут ли у нас голодные бунты мигрантов? Я считаю, что для России самое главное ориентироваться на свои интересы. То есть, вот, например, сейчас мы дружим с Китаем, это правильно. Китай очень нужный союзник там сейчас, нам выгодно с ними дружить. Это объективная реальность. При этом надо понимать, что нет задачи, чтобы один гигимон сменился на другого. Ведь китайцы, они же тоже за себя, они же не благотворители, никто не благотворитель в этом мире. Поэтому для России важно ориентироваться на себя, понимать, что Россия не региональный игрок, а сверхдержава. К этому нас обязывает и территория, и ресурсы, и возможности. Так и должно быть. Это нормально, это правильно. Так себя надо позиционировать в мире. Ну, в принципе, мы это уже и делаем, как бы, надо усиливать вот такое позиционирование. Это будет привлекать, к слову, к нам самых разных сторонников. В том числе людей, которые выступают за традиционные ценности в той же Европе, в той же Америке, то есть в разных странах, в самых разных странах. Это очень такое грамотное позиционирование. По поводу миграции, да, есть с ней проблема. Она есть. Она есть не только в России. Надо ее решать, несомненно. Особенность в том, что мигранты должны интегрироваться в общество. Во-первых, не надо брать всех. Должны быть очень жесткие критерии. Ехать должны те, кто нам нужен, кто готов принимать наши правила, наши традиции, наш взгляд на жизнь, а не навязывать свое, не указывать нашим женщинам, как им себя вести и тому подобное. Да, то есть должны ехать люди, которые принимают на жизнь, которая есть в России. Это первое. А второе, несомненно, должны быть жесткие, понятные процедуры по интеграции приехавших. То есть если человек приезжает, если он остается, то он должен так или иначе встраиваться в общество. Недопустимо, чтобы у нас создавались какие-то там анклавы, гетты и тому подобное. Это очень плохой путь, это путь, по которому пошла Европа. Ожидаете ли вы возвращения не только мигрантов классических, но и наших релакантов сюда? Те люди, которые сейчас в Израиле могут противставать против ваших выступлений, когда дело запахнет керосином, приедут ли они сюда работать в Яндекс? Вот как раз коренные израильтяне в большинстве своем никуда не поедут. Вообще, когда началась война в Израиле в октябре, был некий парадокс, что огромное количество израильтян, зная, что будет мобилизация, возвращались из-за границы, из Америки, из Европы, кто там отдыхал и так далее. Это как бы то, что было, в этом тоже правильно сказать. И они возвращались, не было практически свободных мест в самолетах, чтобы узнать, требуется ли пойти на призывной пункт. Это то, что было. А кто уезжал, по-честному, если кто в этот момент уезжал из Израиля, улетали в основном только наши русскоязычные, которые до этого сбежали из России. И мой прогноз, если в Израиле станет плохо, опять же, никогда не обобщаю, не говорю за всех, но значимая часть релакантов прибежит сюда. Многие мечтают вернуться в какой-нибудь условный 2010 год, где все понятно, где есть доллар, где есть отдых в Испании, в Турции, у кого насколько есть возможность. Вот эти политики, новости, войны, ничего вот этого нет, можно отключить телевизор с соцсетями и расслабиться, и кайфовать своей пищеварительной жизнью. Есть ли шанс после 2024 года отключить все, кайфовать и чтобы было как прежде? Если кратко, то нет. Но этого шанса никогда не было. Вот эта внутренняя миграция, это путь в тупик. Человек должен жить в обществе, человек должен понимать, что происходит. Только в этом случае, когда он реально осознает тренды, реально может что-то для себя прогнозировать, почему нужны все-таки прогнозы, просто не отдаленные, а реальные, на ближайшую перспективу. Когда он реально может что-то прогнозировать, он выживает, и он может быть эффективен, он может достигать своих целей. Когда он просто закрывается в своем домике, говорит, мне ничего не важно, мне ничего не нужно. Так и происходят ужасные вещи в мире, потому что мы профукиваем глобальные изменения, которые потом бьют нас по башке, просто приземляют нас, и мы такие, а как такое могло быть? А как же, никаких не было предпосылок. Были, были, просто ты не смотрел, ты не наблюдал, в другую сторону отвлекся. Поэтому, конечно, надо наблюдать за политикой, политика касается каждого, надо наблюдать за экономикой, надо наблюдать за социологией, за жизнью общества. Это все крайне важно, это все крайне актуально. Это не исключает того, что надо получать удовольствие от жизни, надо наблюдать за миром, не надо замыкаться в себе. При этом, мне кажется, надо стараться просто на личном уровне добиваться для себя простого человеческого счастья. Тогда пожелаем нашим зрителям здравого гедонизма и предупредим, что если вы забудете предикат политическое от аристотелевской формулы, то останется просто животное. Поэтому больше знаете, крепче спите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok